Друзья, всем привет! Это продолжение истории про девочку Стешу и ее бабушку Ирину, которой мы помогаем уже, наверное, на протяжении нескольких месяцев. За это время нам удалось сделать большой объем работ. Мы показали Стеше, что на своем хобби можно зарабатывать. Подарили небольшую удочку для бабушки, это швейную машинку. Так как раньше бабушка Стеша работала в ателье, и сейчас с помощью этой машинки она сможет тоже принимать какие-то заказы, зарабатывать хоть какие-то деньги. Мы начали потихоньку привозить разную бытовую мебель, и сегодня в том числе будут еще одни подарки для них. И этот выпуск, наверное, это средств нашей работы на протяжении месяца, и в нем будут и хорошие новости, и не очень. И давайте начнем по порядку. Все началось с того, как позвонила Ирина в вся слезах и сказала, что им отключили электричество. Я собрался, сел в машину, сразу поехал к ним. В этот момент Стеша и, получается, прабабушка, либо вторая бабушка Стеша, они ходили в ЖЭУ и узнавали, когда смогут подключить и вернуть обратно свет. Но им нужны были какие-то справки, документы. Я отправил чеки об оплате, но они не могут выйти и подключить электричество, пока они не увидят, и им не придет уведомление от самого энергосбыта, что можно возвращать и подключать электричество. В общем, мы приехали, зашли со Стешей туда-вовнутрь, и об этом есть у нас небольшой сюжет. Что там, бабушка? Она там, наверное, вообще переживает? Ну... Или уже полегче шло, куда она оплатили, полегче стало? Да она не сказала, что полегче, она плачет. А, боже мой, что придется ночью без света сидеть? Ну это, ладно, ночью, а вообще же могли неизвестно сколько. Что хорошо, быстро все среагировали. Ну, у них директора можно? А, у них директора. А бабушка твоя где? А? Бабушка твоя где? Она же ушла. А, ей что сказали? Сказали, вот эту какую-то бумажку. Какую бумажку я же тебе все скинула. Я понимаю, но... Это какая-то другая бумага. Вот, я еще не показала. А ту, где брать бумагу? На кассе. Да, по-моему, тебе не показать. Скорее всего. А ты соседей и удлинитель? Я еще куда-нибудь просилась, не бывает, что ты не согласилась. Ну, тогда им, да, относить телефон на зарядку. Чтобы хотя бы ваш телефон был. Энергетик до понедельника даже здесь не появится, соответственно, он вам и бумажку не даст. Все выходные. То есть только в понедельник все? Кочта нам не придет, потому что нам приходят через отдел кадров, через факс. Сейчас никто ничего. Никто вам не поможет ничего. Неудачно, что в пятницу вот так произошло. Да, да, да. Ладно, понял, спасибо. Печально. И что делать? Ждать понедельника. Пойдем, у меня кое-что есть. Отлично. У меня же есть в машине одна штука. Смотри, единственное, что я вам могу сейчас предложить, это есть вот такая у меня штука. Но она, правда, для машины, но и так подойдет. 17 тысяч миллиампер в час. Вот USB. Вот сюда вот вставлять. И это будет заряжаться у нее телефон. Этого, по идее, должно хватить намного. Хорошо. Вот. А куда нажимать? Никуда, просто сюда USB вставляешь и это. Хорошо. Ну и вот на это, может быть, кнопочку нажать. Хорошо. Ну ты сейчас где будешь? У подруги эти два дня? Ну, днем-то я к бабе прихожу. Ну надо что-то придумывать. Говорю, либо удлинитель. Попробуй постучаться. Скажи нам, нам хотя бы, ну вот, кинуть удлинитель там, чтобы чайник воткнуть, еще что-то. Да есть у нас соседка, которая может с этим помочь. На первом этаже которая? На втором. А прям слева, справа нет? Ну, они не очень дружелюбные. Не согласятся? Из-за того... Ну, что раньше жили там, да. Да, да. Ну, а куда деваться? Это хорошо, что у вас долг не 150 тысяч за электричество, что сумма подъемная она, ну, реальная. Какой итог всего этого? Ждать нужно до понедельника, поэтому мы поехали до бабушки Степа. Пеши, чтобы посмотреть вообще, как выглядит щиток у них. И поговорить с Ириной, как у нее самочувствие, чтобы поговорить, чтобы она не переживала. Ну-ка, в общем, как-то подбодрить ее и сказать, что все будет хорошо. Друзья, многим из вас понравился наш планер-женедельник «Сегодня твой день». Мы разрабатывали его в молодежном стиле для нашей женской аудитории. У него необычное наполнение и свой уникальный стиль. Мы получаем много положительных отзывов о нем, и это нас вдохновило на создание двух новых планеров с более нейтральным, но стильным современным дизайном, которые подойдут абсолютно каждому. Еженедельник вам поможет не только планировать дела и задачи как на неделю, так и на месяц, но и мечтать, визуализировать, ставить цели, подводить итоги месяца и года, заводить полезные привычки, вести свою бухгалтерию и многое другое. С помощью упражнений для улучшения сфер жизни, постановки целей и самоанализа вы сможете более эффективно менять качество своей жизни и достигать поставленных целей. Планеры выполнены в твердой обложке из хорошей дизайнерской бумаги в формате А5. Это делает их очень практичными и можно брать с собой везде, не боясь, что они могут потрепаться. Листы внутри планера изготовлены из качественной и толстой бумаги. Есть удобная классная лента-закладка, которая позволит вам быстро вернуться на нужную страницу. Это идеальный подарок себе и своим близким. Заказывайте наши планеры и наш мерч по ссылке в описании к этому выпуску. Я все-таки решил заехать, глянуть, как вообще вылет еще щиток. Мне, конечно, это жестко. Вот так вот сидишь, у тебя вот отключается свет. А, ну вот они. Он перекусан. Он это. Он провод перекусанный. То есть этот не ставится за. Он перекусан, заизолировано. В общем, какой расклад. Энергетик ушел, он до 4. Теперь только в понедельник он придет. Вот. Может быть, ну, то есть он там не появится вообще. Им нужно дождаться какой-то факса и так далее. И после этого они дают зеленый сигнал, и они приходят, подключают. А это все только будет в понедельник. Вы говорите, у вас соседка есть на втором этаже? У нее это... У нее кушать. Ну, не кушайте, это не главное самое. А что? Долго плачут, все хорошо. В чем еще, Ирин? У вас что-то испортится без электричества что-то. У меня нет, я даже не про это говорю. А про что? Ты не говорила, Стюш. Выражать, наверное, поехала. А потом сюда заедет. У меня не ваться некуда вообще. Твоя мама? Я об этом сама-то кучу разнала. Они сейчас живут так, как денег у них нет. Как это называется? Социальное жилье предоставляют им соцзащиты или что это? Как это вот это? Это просто посуточная квартира. Каждый все-таки за квартиру пащутся. Подожди, ты говорила, что они снимают. Да, потому что они снимали. То есть они квартиру все-таки не снимают сейчас? У мамы детей забрали? Ну да, туда, куда меня должны были забрать. А ты несовершеннолетняя, почему тебя не забирают? Потому что я в колледже учусь. Мне, чтобы в репцентр попасть, нужно документ из колледжа забирать. Это вообще засада какая-то. Сколько там? Трое суток нет же в роддоме. После того, как ее выпишут из роддома, детей... Нет, их не вернут. Сначала ей говорили, что... Она мне сама говорила, приеду детей забирать там на полгода. Она мне сама писала, еще не так, что я их заберу, верну типа обратно. Получается, после родов мама сюда приходит с ребенком. Правильно? С одним только, с новорожденным. И будет здесь... И здесь начинается ад. Господи! А почему ад? Потому что... Потому что у тебя неадекватно. Ну... А ты-то что плачешь? Потому что мне все это разгребать, как обычно. Просто понять, если у нее будет адекватное состояние здесь... Ну, это другой разговор. Если она будет здесь неадекватное состояние и поведение, то вам здесь очень тяжело будет уживаться. Если с одним ребенком еще как-то может быть, да, можно вот здесь вот маме поставить койку с ребенком. Койку односпальную, допустим, да. И сюда можно поставить, ну, кроватку. И вот здесь они будут спать. Но если здесь будет еще трое ребятишек... Нет, мне подойдет. То вам здесь будет не сладко. Это 100, конечно, 100%. Но при этом тоже нельзя так вот, ну... И она тоже понимает, что ей тоже некуда деваться. То есть, ну, она тоже, наверное, переживает, волнуется, нервничает. Как вы будете здесь жить? То есть здесь, ну, обе стороны, там, как бы, ну, можно понять. А все это выясняется через меня. Я предлагаю все равно одну проблему решили со Светом. А насчет мамы, ну, надо, чтобы ее выписывали и дальше смотреть, что и как. Алло. Алло, здравствуйте, Мария Сергеевна. Я хотела поинтересоваться. А мама в больнице уже, она рожает? Нет, ты что? Нет. А где она? Она в Голубке. Ну, это честер для матерей и детей. А, ясно. А младших-то забрали? Нет, она с ними, со всеми. С ними? Она мне писала, что их заберут. Заберут. Заберут? Их будут забирать? Ну, если вот она будет рожать, то с кем они будут? То есть их только на время заберут? Ну, забирать на время, конечно, ее не лишают родительских прав. Но если ее заберут, их заберут, то пока не будут созданы условия, по крайней мере, какого-то места пребывания постоянного. Ну, ты говоришь, бабушка, а если она возьмет и приедет по всему месте? А почему она говорит, что бабушка уже будет жить в квартире, как будто ты здесь не живешь? Да живу я здесь. А почему она говорит только про бабушку? Ну, потому что мама не хочет, чтобы папа здесь жила. А юридически эта квартира, она вообще как оформлена? Что с ней вообще? Это муниципальная квартира. Ну, вы же там что-то судились. Ну, да, но это чтобы ее не отобрали. А так она осталась нам. Если бы мы тут не выиграли, получается, ее бы забрали. У нас бы не было этой квартиры. Ну, то есть так как мама здесь с детьми прописана, она, по сути, имеет право сюда прийти и здесь жить. Правильно? Ну, да. И никто не может ничего против сказать. Никто ничего против не скажет. Конечно, просто если типа вообще глобально думать, ну, ей здесь четырьмя детьми будет лучше. По идее, если там выбирать, ну, типа вообще вот философствовать, то по идее надо, чтобы мама жила с детьми здесь, а там, грубо говоря, бабушка и ты снимала себе жилье. Но опять же, на что снимать, если у тебя пенсия, ты учишься, а бабушка после инсульта и работает. Просто по идее у нее же сколько? Пятер детей, она же какие-то пособия, это должна получать. Да, она на все-таки получает. Ну, и почему тогда не оплатить что-то? Не знаю. Я не понимаю ход ее действия. А с ней как-то можно адекватно поговорить? Нет. Сколько бы раз я не пыталась. Потому что мне это, ну, хотя бы для себя это надо. После того разговора, когда вот все это обсуждали, когда выяснилось, что мама Стеши хочет переехать в эту квартиру, с того времени прошел уже месяц. И сегодня мы эту тему хотели бы, наверное, в ней не то чтобы разобраться, а рассказать, как прошли эти события, что было, чего не было. И также сейчас мы еще привезли полезные, нужные подарки для Стеши и бабушки, которые точно им пригодятся. И поговорим вообще обо всех событиях, которые произошли как раз после нашего разговора. Ирина, у нас для вас есть небольшой подарочек. Я вижу, что прям крошечный. Наконец-то вот такая первая мысль, что мучения закончились. Ручной стирки. Это не то слово, Игорь. На неделе к вам придут, мы вызываем сантехники, он ее подключит. Ручную стираю, вот в всех ворках из больницы пришла сюда. А в общежитии была у вас там машинка? Да, так все в комнате, все было. А у тебя стеш? Ну, я здесь летом одна жила, у меня не было машинки здесь. То есть у тебя тоже какая-то бабушка там в общежитии жила? Да, там стираю все, да. А так я здесь, ну, одна я здесь все вручную стирала, вплоть до постельного белья. И как? Ну, тяжело очень, очень тяжело. Я вот сейчас не могу, допустим, постельное, но приходится на ночь замачиваю, а потом, как могу, так жманьку его жулькает. Все равно потом капает. Конечно, вот тут вот вешу, все течет. Течет-то это одно. Оно же не простирывается, не отстирывается. Как на руках люди, а тут ли стирать на руках? Вы сейчас вообще все-все перестирать можете, все вещи, которые есть. Да, я уже даже в голове план на месте какой-то. План, что стирать в первую очередь? Ну и какой план? Большие вещи какие есть. Куртки, да, там? Да, мне свою куртку надо постирать. Плеты есть и постельные есть. Сейчас перестирать все. Ну, мне бы куртку тоже постирать. У меня куртка светлая, она нравится очень. Да, здесь много разных режимов. Вам эту стиральную машинку передал Константин. Ему за это огромное-огромное спасибо. Вот, здесь как раз выберите деликатная стирка, закидывайте свои пуховички, все постирается. Круто, очень круто. 5 килограмм вмещает в себя. Вот такая большая. Дальше там внутри доставайте, что там есть. Как раз шланги подключены. Документы. Очень важно, но я думаю, что техник, который придет, здесь есть транспортировочные болты. Вот, 4 штуки. Их надо будет открутить. Давайте отнесем в санузел и посмотрим, есть ли там возможность вообще подключения. Здесь вообще была когда-то машина? Да, конечно. Вот здесь, да, она стояла? А мама когда выезжала, с собой забрала. Да, вот она отсюда и туда. Не, ну вот это вообще никуда не годится. Сюда надо новую. Вот оно было вот здесь подключено. Это шло на унитаз, на бачок сливной вот этот идет. А вот это как раз на подачу воды в стиральную машину. А слив куда был? В унитаз. Попросим, чтобы, может быть, напрямую подключился туда, куда уходит у вас слив. У меня тут сосед третий раз уже приходит. Либо сюда, либо вот сюда. Но тут что-то совсем непонятно, спиливать надо. И, наверное, какой-то переходник станет. Ой, да здесь вообще все надо. Представь, сколько это квартир, и тут ни разу ничего не делалось. И унитаз не сливает, не смывает ничего. Да, но что, конечно, унитаз не сливает, это проблема прям. Что ведерко приходится набирать и ведерком сливать. Вернемся к тому времени, когда электричество отключили, и когда как раз бабушка и ты рассказали, что должна переехать мама к вам сюда. Как потом это все развивалось? Ну, я в тот же вечер, получается, узнала, что мама живет в центре для мам многодетных. Ну, это просто многоквартирный дом. Там квартира то ли трехкомнатная, то ли четырехкомнатная. И на каждую комнату одна семья. Ну, мама с детьми. Там они живут, готовят. Все вместе за ними присматривают. Там воспитатели ходят, нянечки тоже. То есть персонал есть? Да. Твоя мама находилась в этом центре. Потом ее увезли народы. А в этот момент дети были под присмотром? Меня. Моим, точнее. То есть ты каждый день ходила и следила? Я была с ними. Я там жила это время. Сколько дней? Дня 3-4, по-моему. Все нормально прошло? Ребенок здоровый? Все хорошо? Сюда они не собираются приезжать. Ты с мамой дне прям разговаривала. Она говорит, что все, я сюда, но не поеду, потому что там здесь мама находится. Дальнейшие действия какие у мамы были? То есть она там находилась? Она там еще несколько дней после выписки находилась, и они переехали в квартиру. За деньги вот ее сожители. А ты в ней была в этой квартире? Да, вот. Нормальная она? Да, вполне. Так все есть. Сколько комнат там? Две. Один диван в одной комнате, там младшие спят. Диван в зале и две детские кроватки. Вот, получается, девочка спит, которая родилась в одной кроватке. Матвей спит в другой кроватке, и еще там диван стоит тоже в зале. Они там спят вдвоем. Сейчас, если ты говоришь за мамой хороший надзор, я надеюсь, что она там ту прошлую жизнь оставила точно позади, и сейчас начнет заниматься детьми. Это не мамина жизнь была. Скорее всего, это была жизнь ее сожительного не мамин. А ты сейчас к ней ходишь? Чем вы там с мамой занимаетесь? Ну, мы вообще обо всем разговариваем. Ну, там, что происходит, как живется, как у меня там дела, как у нее дела. Я с младшей няней, маленькой. 46 см. Девочка, да? А как назвали? Маша. Да, на высокие этажи ее, конечно, очень комфортно представить. Слушай, ну, прям вписалась. Потом в будущем можно будет, не знаю, смотреть, вот дойдем поменять унитаз, его развернуть вот сюда, вот так вот его поставить, и тогда мешать точно ничего не будет. Вот Хрущев, видимо, предвидел, что в стиральной машине будут автоматы такие большие. Да, да, да. Мы вас поздравляем с новым приобретением. Спасибо. И Константину спасибо большое. Да, Косте большое спасибо. Но это было не все. Так как Константин нам предоставил стиральную машинку, что у нас освободились средства, и мы на эти средства купили еще кое-что. Есть догадки? Это тоже стол подшвейный? Нет. Холодильник новый? Возможно. Я не знаю, это габаритное что-то еще. Ой, стейшн пятый. Ну, ладно, сейчас тогда узнаете. Телевизор может быть. Но она минималистичная, то до этого такая громоздкая машинка стояла, прям вот такая высокая. Посудя на фоне такие стены, вообще здорово. Глубой цвет покрасить. Просто поверх этого? Ну, это содрать или повелить как-нибудь и покрасить. Потому что вот эта плесень, она... Ну, я же как-то убирать надо. Плесень? Ну, это плесень, да. Где? Она здесь была. Вон, вон темные пятна на потолке. Это тоже плесень. Нет, там это пыль и грязь, и паутина. Это, кстати, плесень, да, Игорь, бывая. Она раньше была плесень. А тут вас кто-то подтапливал? А, это с крыши течет. Она же пятая ножка. Да, да. Ну, да, но это все шпателями спокойно можно снять и обработать специальным составом плесени. Ну, ладно, это разберемся. Ваня, ты готов? Так, точно, капитан. Ваня, еще 10 грузчиков. Я не слышу. Да, поднимать это все, конечно, не очень легко. Вот как раньше вылетел. О, я холодильник. Можете посмотреть? Только раз его ремонтировали. Так, это что тут взяться-то? А, нет. Давай сюда. Когда мама была в последние недели беременности, когда родила, у тебя сейчас с мамой лучше отношения стали? Сказать, что я ее стала в чем-то понимать, нет. Ходить к ней, вот, общаться, там, смотреть за ребятишками. Это ты сама это проявила, оно желание, или она тебя просила? Мама меня просто позвала в гости, я не смотрела с детьми, я просто приехала к ним поночевать в новую квартиру. Она говорит, приезжай, я там приготовила салатов, посидим, поговорим. Это было до рода уже? Нет, это вот было позавчера, по-моему. Нет, я имею в виду, что тогда, когда вот были последние недели беременности, ты ходила? Нет, смотреть за детьми, кто инициативу проявил? Я. Но она сначала, она просто начала говорить о том, что вот, ну, как бы, с детьми некому будет сидеть, она переживает, что они там одни будут, что за ними мало кто смотреть будет. Я говорю, значит, я с ними посижу. Сейчас отношения у вас совершенно вышли на какой-то новый уровень, ну, хороший уровень. Были такие хорошие отношения, просто там ругались, и из-за этого все портилось, и надолго. Маленький период того, что мы хорошо общаемся, потом снова вот этот большой промежуток времени мы не общаемся. Сейчас белая полоса. Ну да, я надеюсь, что она не будет на какой-то... А ты у мамы не спрашивала, какие у нее планы дальнейшие? Нет, не спрашивала. То есть она живет с молодым человеком, он работает? Да, он работает. Как раз, ну, вот, оплачивает жилье, и плюс, ну, мама сейчас с новорожденным, там, получает какие-то пособия, и вот так они живут. Сейчас гораздо лучше, чем было вообще, в принципе, за все это время. Просто мы же тогда тоже предлагали маме помощь твою, что мы можем чем-то помочь. Но она сказала, что в этом цирке не хочет участвовать. Ну, как бы этот ответ, я думаю, ну, все за себя говорит, что, ну, ей это не нужно. Ну, она потому что стесняется. Нет, ну, одно дело стесняться и сказать, типа, извините, но мне там не нужно. Ну, ей не нравится. А именно жестко так сказать, но это тоже о каких-то вещах да говорит все равно так или иначе. Я понимаю, ей это все не нравится. А она видела с тобой ролики? Да, она смотрит. Ей нравится то, как меняется твоя жизнь, что у тебя там становится? Мама рада, что я счастлива. Но ей все равно вот, ну, стыдно, что так получилось, потому что ее тоже везде обсуждают. На любом было бы стыдно. Вот, если стыдно, это хорошо. То есть, если стыдно, значит, человек где-то в чем-то раскаивается за какие-то свои поступки. А если человеку по барабану, ну, это совершенно все, ну, сама понимаешь. Что, улыбаемся? На Ванюшку смотрим, улыбаемся. На Ванюшку? Ну, все, что, давай туда. Прошу вас. Вот я же говорила, туда прожду. Дайте повод. А, ну ладно, давайте вместе заглядывайте. Офигеть. Здорово. Что ж мы туда ложить будем? Ну, будет повод к этому стремиться, чтобы он всегда был полон. Ну, я так понимаю, вы все равно покупаете, сразу готовите. Да, в основном? Угу. Смотрите, этот холодильник, какая-то копейка, можете его там за полторы тысячи выставить куда-нибудь на Авито, его заберут. Угу. И все. Может, его заберут. Только не перепутайте за полторы тысячи, какое давать будете. Сейчас открывай, смотрите, что там внутри. Будете тоже распаковывать все, снимать. Большой такой. Да, мы прям хотели, чтобы вам здесь сюда все влазило с запасом. Офигеть. Форма для льда? Угу. Холодильник надо, чтобы сейчас постоял часа два, потому что мы его поднимали, ну, там где-то его трясли, еле-еле затащили. И потом включить только. Ну, вот эти, я так полагаю, большие для того, чтобы... Я не успела. Ты сама только что увидела? Нет, я заранее увидела. Значит, все предусмотрели. Молодцы, ребята. Вот этот холодильник, давайте, может быть, вы сейчас все сюда переложите, и мы этот просто в тот угол поставим. Все, единственное, что надо вешенку будет перевешивать. Вот. Ну, а так, пока он тут стоит, его продадут. Новенький здесь встал, и прям, даже, кстати, он как будто уже, чем тот, и места в проходе вообще мало занимает. Так, это все, мы забираем. Слушайте, ну, мне кажется, у вас теперь есть вся бытовая техника, абсолютно вся. Да, теперь да. То есть, на утюг, чайник, микроволновка. Остается только надеяться на то, что квартира у меня остается. Да, но этим как раз мы сейчас будем заниматься. Уже юристу скинули документы, он сейчас все узнает, нам нужно договор с найма, потому что квартира в муниципальном состоянии. В общем, куча юридических моментов, мы сейчас как раз всем этим занимаемся. Есть еще пару секретов, о которых мы сейчас не можем говорить в присутствии этих замечательных людей, но вы об этом узнаете совсем скоро. Не догадываются, что мы для них придумали. но это уже совсем другая история, как говорится. Столько эмоций. Я в шоке, называется. И знаете, наверное, что хотелось бы в конце сказать, что нам хотелось бы, чтобы в каждом нашем выпуске положительных моментов было больше, чем неприятных и негативных. И если посчитать, да, вот, ну, сколько, я считаю, у нас получилось 3-2. То есть, 3 положительных момента, что подключение электричества и 2 новых примета из бытовой техники. А еще домофон. А, еще домофон. 4. То есть, 4-2 побеждает добро. Я думаю, всегда так должно быть. Поэтому, друзья, спасибо, что у нас поддерживаете. Подписывайтесь на наш канал, на наши социальные сети, на телеграм. Увидимся с вами через неделю. Пока.